Слава нашему Господу! Слава Богу! За то, что еще про нашу жизнь на земле мы можем иметь общение друг с другом и петь эти чудесные псалмы, которые Господь дал нам через наши братья, которые шли перед нами. И особенно радостно, когда сегодня Господь напоминает нам, Духом Святым, что когда я в тебе, тогда ты во мне. Когда я с тобой, тогда ты со мной. Наоборот. И вы помните, Господь сказал, что никогда нас не оставит. Но он напомнил. Говорит, если вы меня оставите, то я вас оставлю. Если вы не оставите, никогда. Или на сегодня очень важно. В нашей жизни разные времена бывают. Иногда мы молимся с особым вдохновением. Иногда нам трудно молиться. Иногда мы идем вроде бы легко, иногда очень трудно. Но если даже у нас замирают слова на устах от каких-то трудностей, если даже мы не можем идти, но если мы только будем смотреть в сторону Господню, то милость Господня не оставит нас. Слава и мы благодарения. В этом в наше последнее время мы, естественно, ну, наверное, не все так, как я хотел сказать. Мы ожидаем пришествия Господа. И мы по Писанию знаем, что легче не будет, чем теперь. Но часто люди совсем по-другому думают. И послушаем, послушаем. И нас тоже увлекает вот это. А вдруг что-то будет легче, а вдруг что-то будет лучше. Я знаю, что для христиан будет только тогда хорошо, когда мы оставим эту земную жизнь и водворимся у Господа, за что благодарение Богу. А пока на земле как бы ни было легко нам, легко, как бы ни было просто, но мы стареем, втираем силу и это откладывает свой отпечаток на нас. Но благодарение Богу, что если наш человек внешне тлеет, то внутренне что делает? Со дня на день обновляется. Так что слава и благодарение Богу. Но очень часто это обновление происходит не так легко и просто. Для меня сегодня очень просто вспомнить Якова, потому что мы сейчас на разборе разбираем книгу пророка Исаии и там Господь очень много говорит об Якове и об Израиле. И очень часто обращается, сначала говорит Яков, а потом Израиль. Яков старое имя, Израиль новое, но для того, чтобы получить новое имя Израиль, 20 лет надо было провести в этом горниле, в который Бог его поставил. И она начала с этого испытания, и она говорит, знаете, с чего? Лишился дома, лишился всего. Со стороны человечества это не счастье большое. Вы можете себе представить, кто когда-нибудь вот такое переживал. Я знаю, что были братья наши, с сестры, которые такое переживали. Кто-то рассказывал о молодости показы, взяли и выгнали из дома. Казали, все, больше мы тебя знать не знаем. И это, наверное, только после пяти лет уже немножко стали сердце раскрывать для этого человека, немножко сближаться. Я представляю, что такое. Мать с отцом выгнали и сказали, знать тебя не хотим, иди куда хочешь, иди со своим Богом. По-человечески эту трагедию, а со стороны Божьей это начало его работы. Вот так было с Яковом. И двадцать лет надо было, чтобы поменять ему имя новое дать. Вы знаете, Бог давал новое имя только тогда, когда менял человека. Когда он менялся, прибертал какие-то качества Господни, тогда Господь давал новое имя. А так Яков да Яков, Яков да Яков. И он и сам не понял, что он уже новый. Как твое имя? Яков. Говорит, нет, ты уже не Яков. Был Яков. А сегодня будешь Израиль, но тебе еще одна проблема надо будет решить. Все хорошо, но тебе еще мира с твоим братом нет. Вот одно единственное. Но ты уже новый, ты уже новый, но тебе еще проблемы старые, старые, двадцатилетней давности. Иди помирись. Я на одну тему проповедовал, я ее называл так, одного тебе не хватает. Я сегодня не эту тему буду вести, я просто ее вскользь напомню. Когда юноша приходил к Иисусу и спрашивал, что мне еще не хватает, потому что он чувствовал, что что-то не хватает. Он перебирал свою жизнь и никак не мог найти что. И когда Господь сказал, ну что ты спрашиваешь, что ли этого надо, чего не хватает, заповеди соблюдаю, все соблюдаю. И там пересислили шесть заповедей, и даже отца и мать что. И Господь его полюбил, потому что он сказал правду. Он не просто пошел хвалился, вот я такой, он правду сказал, что вот эти не нарушаю я, все у меня хорошо. Это Господь говорит, тебе только одного не хватает. Я уже с местом передаю. Там было дело не в богатстве, а надежда на богатство. Нет надежды на меня. Потому что сначала там стояло богатство у тебя большое, ученики ужаснули, как это, богатому не спасти. Мы говорим, дело не в богатстве, дело в надежде на богатство. Вот надежда не на то идти в царство небесное. Ну знаете, и бедные тоже есть, но дело не в том, бедные или богатые. Дело в том, на что ты надеешься, чем ты дорожишь. Дорожишь богатством этим, или ты Господом дорожишь. Вот в чем дело все. Вся проблема заключается. Поэтому именно началось все с того, что Господь лишил его всего, и Яков сам же был виноват в этом. Вот так вот получился Саббен виноват. Своими собственными руками показал, что не могу я жить в моем доме, надо что-то делать. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, я буду читать одно место священного писания, и хотелось бы, чтобы мы сегодня что-то взяли для себя. И конечно же, самое ценное, что Господь делает, это когда открывает нам наши недостатки, которые могут нам помешать, и мешают радоваться, жить, иметь общение друг с другом, настоящее, теплое, такое, близкое. Я понимаю, и никто меня не уперебедит в том, что вся причина, что грех какой-то есть, или не понимаю, или характер вот такой неуживчивый, или еще что-то. Вот это как раз и мешает, вот как раз и мешает. И Господь самое первое, что он делает, чьих, кого я люблю, то что делаю? Хвалю их или обличаю? Обличаю, а потом еще не кается, то что делаю? Наказываю. Наказываю. Нам же это не нравится. Нам нравится, когда Бог хорошо в тебе все. И Бог тоже говорит и так, и так говорит, потому что Бог не закрывает глаза ни на что, но прекрасно знает, он знает, и нам выжмешает, что туда ничто нечистое что не войдет. И потом Господь, я вот нечистое убираю. Что говорить о том, что хорошо? Я предупреждаю о том, что неправильно делается. Вот на это обратите внимание. И читаю один из текстов Писания. Я буду читать книгу Плач Еремии с 3 главы и с 31 по 40 стихи. Ибо не на век оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он, вот этот чекст, я на него обращаю внимание, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Он это делает. не потому, что его сердце такое нехорошее, что он хочет наказывать. И здесь Еремия объясняет, или Дух святой через него, почему Господь так поступает с нами. С теми, ладно, это уже примеры были, а вот с нами. А ведь он же не меняется нисколько. Какой он тогда был, так и теперь. Разве только раньше было как? Делай, исполняй закон и будешь жить. А теперь по-другому. Бог тебе дал жизнь ни за что. Просто по-вере. Но ты ж теперь живи так, как положено. Вот и вся разница. А требования в него святости одинаковые, по сути дела. И он не по изволению сердца своего наказывает огорчаться нау человеческий. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст всевышнего происходит бедствия и благополучие. И вот тот центральный стих, на который явно обращают внимание. Зачем считает человек живущий? Всякий считает на грехи свои. И 40-й стих говорит так. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вот здесь очень-очень много написано. Во-первых, мы часто говорим, ну, почему-то Бог допустил, что Бог не видит. Писание говорит, видит. Разве не видит Господь? Говорит о том, но Он это допустил с определенной целью, не просто так. Есть смысл в том, что Он делает. И напоминает, вижу, как огорчают, вижу, как попирают ногами, когда притесняют, вижу, но даю ход этому делу. Из этой точки зрения написано, кто это говорит, что бывает и то, чему Господь не повелел быть. С одной стороны бывает прямая воля Господня, а с другой стороны допущение Божие. Господь не хотел бы, чтобы так было, но посмотрел на меня, посмотрел на тебя и говорит, нет, вот тут надо, чтобы он хлебнул от своей работы, иначе его не остановишь, иначе ничего не сделаешь, надо дать проявиться тому, что ожидает впереди. И вот здесь Господь говорит так, я на это буду обращать внимание, зачем сетует человек живущий? Что значит сетует? Значит нарекает, скорбит, претензии приливает, ропщит. Ну и как правило, когда у нас приходят трудности, мы не совсем понимаем, то кто когда сказал, что я виноват в этом? он виноват, она виновата, это они мне создали такую обстановку, это они меня заставили так поступить, но так мы говорим, так, мы же не говорим, что я виноват, это кто-то виноват, и все мы это испытывали, я в последнее время я тоже испытываю, и несправедливость есть, все есть, но я не смотрю на того, кто это думаю, а почему ты до сегодняшнего дня такой, что чуть-чуть и уже тебя касается, вы поняли меня, что я говорю, ну он, он, ладно, он, или она, ну ладно, она, а вот ты, а вот ты почему до сегодняшнего дня такой, и это уже тогда наша проблема получается, проблема того, кто обижает, это его проблема, а то, что я обиделся, это не его проблема, это моя проблема, вы мне хорошо понимаете, что я хочу донести, если вы меня обидели, но сейчас она не обидела никогда, но если она обидела, обидела она, то ее проблема, что она так сделала, а то, что я обиделся, это уже не ее проблема, а моя проблема, это уже мое состояние сердца, и вот здесь Господь вот эту истину раскладывает по полочкам и говорит, а мы сейчас обижаемся на Бога, я до сегодняшнего дня встречаю таких людей, которые говорят мне при исповеди обижаюсь на Бога, я говорю, ну на кого же обижаться, ну а почему он так допустил дело, ну почему, ну допустил, ну обижаться то на кого, что толку, что ты будешь обижаться, во-первых, если он допустил, то он знает для чего это сделал, то ты хоть знаешь, что обидчивое, если бы не допустил тех, которые обижают, то мы же не знали бы даже, что мы обидчивое, правда? Мы бы думали, что с нами нормально все, но когда Бог допустил, сказали, сделали что-то, не так поглядели, и уже начинает внутри вот тут, ага, так значит есть у тебя, так значит не зря тебя ковырнули и достали то, что было на самом деле, вот здесь Господь учит и говорит, чтобы мы исчезли свои пути, а почему это со мной вот так? Почему я не могу выдержать, когда мне что-то говорят? Почему до сегодняшнего дня выхожу из равновесия всякого? Почему? Потому что Писание говорит, что я должен быть спокоен, тоже это особая тема, я на эту тему не буду разговаривать и говорить сегодня, потому что нельзя все сразу сказать. Значит, Вашиное Писание говорит так, если даже не станет торгата у скота в столах, и маслины и плода не даст, я должен радоваться и быть спокойным. А я не могу быть спокойным. Значит, что-то есть, почему? Бог говорит, надо быть, а я не могу. Я теперь должен искать, а что же со мной происходит? И я читаю один из текстов Писания, что он значит искать, испытать и исследовать? Кого? Брата, который меня обидел, или себя? Себя, ну как я его испытаю? Ну как я его исследую? Я же не знаю, он был сказать не подумавши, даже не думавши обидеть. Ну у нас получается вот так. Мы как-то не подумаем, не выбираем слова такие надежные, и раз сказали, вроде добрые, а на самом деле получилось совсем нехорошо. И после думаешь, ну зачем вот у нас было по-другому как-то, надо было ну помолчать хотя бы. Ну не думала никогда, не думала, что обижу, но получилось так. Вот я с одной стороны говорю, что мы не особо обращали внимание, если даже нам не понравилось что-то. Ну а с другой стороны, ну сами думали, да не говорили, не обдумавши что-то. А то здесь есть две стороны. И есть Священное Писание вот что говорит, для того, чтобы понять это все, чтобы разобраться. Говорит, надо исследовать. И Евангелие от Луки, шестая глава, 47-49 стих, говорит так, всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен, он подобен человеку, строящему дом, который копал, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома всего было великое. Потому что не на камне основан было. Здесь имеется в виду камень исполнения. А когда мы исполняем Слово Господнее, тогда Иисус Христос является камнем. А если не исполняем, то мы же не на камне, мы на песке. Несмотря на то, что ходим в собрания, читаем, знаем на память, но если не исполняем, то не на камне. Это песок. Это песок. Это обманываем самих себя. И дальше подтверждение еще читая одно место. Народ мой, Михея 6, глава 5 стих. Народ мой, вспомни, что замышлял Валах, царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что происходило от сети Мадагал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. Если бы мы познали, что все то, что Бог допускает в нашей жизни праведно, то не было бы кропота. Не было бы обиды, не было бы недоумения, но вся беда в том, что не видим, что это праведно, а думаем, что это случайно, что это как-то, Бог не досмотрел вроде бы, или слишком большую тяжесть наложил на нас, хочет согнуть нас временем непосильным. потому мы сегодня, когда будем читать и что, я хотел бы, чтобы посмотрели поглубже на некоторые вещи, и чтобы на основании Писания поняли, что Бог допускает нам что-то в нашей жизни в соответствии с состоянием нашего сердца. Не потому, что Он что-то имел в отношении нас, да, Он может иметь, когда мы неправильно, но Он же видит это в сердце нашем, Он же так просто ни за что не может не любить чего-то. Он смотрит на сердце, ага, вот это мне не нравится, не справится, что с ним делать надо? И делает решение, ага, вот надо допустить вот то и то, надо допустить уже вот то и то, чтобы поправить, чтобы человек понял. Я читаю одно местописание, это будет четвертая глава из книг про Хаиона. Вы все это место очень хорошо знаете из священного писания, я его просто перечитаю. Четвертая глава книги про Хаиона из первого стиха. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Знаешь, что такое раздражен? Ну, черди ты, что даже высказывал, ходил, ты самое. И молился он Господу и сказал, Господу, говорил так, он Господом был раздражен. О, Господи, не это ли я, говорил я, когда я еще был в стране моей? Потому я и побежал в фарфис, и узнал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Гляньте, кто его раздражило. Его раздражило то, что Бог добрый. Ко всем. Он хотел, чтобы к нему только был благий и милосердный, а ко всем остальным это уже по-другому, что было. И он был сильно раздражен. Я прекрасно понимаю, что вы уже в разуме вспомнили то, что, уже понимаете, чем был раздражен. Я на это обращу внимание. Сам еще скажу. О, Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей, потому я побежал в фарфис, ибо знал, что ты, Бог, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сажалиешь о бедствии. Он хотел бы, чтобы Бог настал бедствия и не жалел никого. И ныне, Господи, вот смотрите, какая глубина. Возьми душу мою от меня, ибо лучше, чем мне умереть, нежели жить. Я говорю, знаете, был раздражен тем, что Бог не витян помиловал. Он настолько не умешал в его голову, что Бог может помиловать. Говорит, Господи, и открывает причину, почему побежал. Я говорю, чувствовал, что ты так сделаешь. Я пойду, буду проповедовать, и еще сорок дней ныне будет разрушено. Я же пророк. И для меня очень важно, как исполнится то, что я пророчествовал. Он говорит, я понимал, я тебе знал. Знаете, и знал, он хорошую вещь знал. Но он прикинул и говорит, так, и я пойду, буду проповедовать, еще сорок дней, ныне будет разрушено, они покаются, ты помилуешь их, а я что-то доделать, как пророку. Хоть сквозь землю провалить. Говорил, говорил, что разрушено, а тут ничего не разрушено. И он правильно рассчитал, оказывается. Правильно все понял. Так оно и было. Правда, Бог его заставил, его был такой корабль, вообще, в Китае его завез туда, ему уже выхода не было, уже ничего не сделаешь, или погибай там, переварить его кит, или выбросит. И он это сделал. И все-таки надеялся, что его слово о бедствии придет в исполнении. А оно не пришло. И он огочился, и раздражен был. Готов был рвать и метать, но все равно молиться к Богу, его претензии продавали. Я говорю, знал, что ты так делаешь, что ты меня подведешь вроде бы. Вот научил говорить, а сам не сделаешь. А мне тогда что? Какой я пророк тогда? И ныне, Господи, возьми душу от меня, и лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Господь, неужели это огорчило тебя сильно? Вот я помил человека, а тебе огорчение прошло. Неужели тебя так огорчило сильно? Как вы думаете? Я думаю, что вы ответите на вопрос. Может, будете молчать, будем бояться, что не совсем ответите правильно. Почему Иона не пошел в то время, когда Господь ему говорил? Почему он так обратил внимание, что Бог блага и милосердия? Вот что Бог заметил в сердце Ионы? Гордость. Гордость. Когда нет гордости, какая тебе разница, что будет дальше? А вот когда есть гордость, никогда не будешь спокоен, если будешь чувствовать, что потеряешь авторитет какой-то. Обязательно. И Бог увидел это в сердце Ионы. И знаете, что делает тогда? Он предпринимает свой шаг, чтобы поставить Иону на место. чтобы он на практике жизни своей мог испытать, что такое милосердие Божие и что такое, когда оно отнимается. А он не хотел, чтобы Бог помиловал Ниневию. Я не раз говорю, когда мы молимся, мы часто знаете, как молимся? Может быть, это не для вас, может быть, это для кого-то. Мы молимся так, утром, Господи, благослови меня, или вечером, будь милостив, помилуй меня, я грешник большой. Один из братьев повторял, говорил, у нас пожилой старец был, давно-давно умер, помню его. Говорит, молится, Господи, помилуй меня, я прах и пепел перед лицом твоим. Говорит, ну только подуй немножко на этот прах и пепел. Засыплю глаза, говорит, не выковыряешь. Это действительно прах и пепел. Ну не тронешь, если тронешь, засыпай глаза, правда, говорит, прах и пепел. Но то с другой точки зрения прах и пепел уже. И мы просто молимся, Господи, меня помилуй, а Ивана накажи, потому что он со мной поступает, но не совсем так. Меня помилуй, а его ты посправлюсь и воздать. Ты знаешь, как мне трудно, как мне тесно, но в конце концов, сколько ты его терпеть будешь. Ну что, мы не так молимся, разве? Разве, может быть, другими словами передаем? А может, кто-то и не молится уже так? Может быть, я не говорю, что все. Но я знаю, что такое бывает очень часто. Когда мы просто не ходатусом за человека, а ропшим на него. И Богу рассказывать, какой он есть нехороший. А Бог же знает, какие мы хорошие и нехорошие. Ему же не надо рассказывать. Ему надо говорить, Господи, помилуй его, а какой он плохой, то Бог лучше тебя знает, какой он плохой, а какой он хороший. Что ему рассказывать? Он иногда нам показывает, какие мы хорошие, в кавычках, жизненные обстоятельства. И потому Господь, когда увидел в сердце Иоан вот эту гордость, он делает что? И вышел Иоан из города, и сел с восточной стороны города, и сделал на себе там кушчу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет городом. Все-таки роптал, и все-таки надеялся. Вот пора пчу, пора пчу, и Бог скажет, ну надо, чтобы Иоану немножко поддержать, и будет наказывать. И сел, делал кушчу, палатку, но, наверное, этой палатки было мало, потому что Господь еще что делает. И произносил Господь Бог растение. То есть Он облегчил его, он делал себе кушчу, палатку, но было солнце, очень сильно жгло, и произносил Господь Бог растение, и оно поднялось над Иоанной, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Ну, знаете, что, Бог все огорчения не снимает, потому что нас наказывают, что полностью огорчение снять, это надо наказать Неневию. Так Он вот немножко делает, растение произрастил, чтобы снять огорчение, и избавить его от огорчения. Какое огорчение? Уже от того, что солнце палило. Уже то огорчение, оно остается, потому что Он несправедливо хотел чего-то, а уже чтобы солнце не палило огорчение, Он ему растение произрастил. И Он весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари кшер подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. И солнце стало палить головы Ионы, так что он из него и просил себе смерти, сказал, лучше мне умереть, нежели жить. Он раньше так говорил, и тот же сам остался. Сначала говорил, лучше мне умереть, нежели жить, что ты Ниневию помиловал, а теперь говорит, за то, что отмял растение, то лучше мне умереть, нежели жить. И вот Господь учит, меняет его. И сказал Бог Ионе, неужели так сильно огорчился ты за растение? Ну, слушай, это же одно растение. Он говорит так, он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда сказал Господь, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в ту же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек не умеешь отличить правой руки от левой и множество скота? Учат его. Например, скажите, если бы Иона сразу же подчинился и пошел, и пропавли, не отчился, а Бог вот эти бедствия допускал бы до него? Солнце, жжет ветер, растение надо растить, потом уничтожить его. Нет? А зачем это надо было бы? Вы видите, что от Ионы зависело дальнейшее действие Бога по отношению к нему. И оно было направлено не то, чтобы унизить его, а чтобы исправить его? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня, когда будем молиться, мы за все благодарили Господа. И за трудности, и за проблемы. И за то, прощите, прошу, роптали и говорили. Мы еще не роптали, будем благодарить, Богу, благодарю тебе, Господи. А не роптали, а я не роптал. А все-таки, я был на более высоком уровне, смотри, вообще роптали, а я не, но то уже есть повод будет поблагодарить Бога за то, что не роптали. А если роптали, то, Господи, прости, Господи, прости, но кто для вас это неневие, я не знаю. Может, ваша церковь во главе с пастором настоящая неневие? Может, ваша семья, в которой вы живете, настоящая неневие? Где бы вы хотели, чтобы Бог тут размахнулся направо, налево, расчистил, а он почему-то не делает. Он почему-то мало одного другое допускает, мало двух третий допускает. Что это такое? Он говорит, не может ничего быть, если Господь не повелел быть. А если повелел, посмотрел на сердце и сказал, надо что-то делать. А что? А он знает, что? А он знает, как исправить можно. Я еще буду проводить примеры. Еще два примера приведу. Не два, может, даже больше будет. Но я просто хотел бы вот что. Что когда Господь начинает с нами что-то делать, чтобы мы думали, и так при лицо Господне приходили, что Богу не пришлось повторять опять то, что было раньше. Я читаю один из примеров. 17 глава книги Исход. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Шин в путь свой по поведению Господню. И расположились ста нам в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Маищея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Маищея, что вы укараете меня, что искушаете Господа. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Маищея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду нас и детей наших, и стада наши. Маищея возопил к Господу и сказал, что мне делать с народом всем, еще немного побьют меня камнями. И сказал Господь Маищея, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин Израиля, и жест твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и падет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Маищею в глазах старейшины Израиля, и народ к месту имя, тому имя, масса и мир его. По причине, обратите внимание на этот текст, по причине укорения сынов Израиля, и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас, или нет. Вроде бы как-то неувязка. Они же на Бога не роптали, они Маищею предъявляли претензии, но причина была в чем? Они не видели, что Бог идет, они пытались доказать, что Маищею ты нас вывел. И здесь Господь говорит, дело было в чем, они не видели Бога в этой среде, и еще раз читаю, и потому, что они искушали Господа, есть ли Господь среди нас, или нет, или просто один Маище с Аароном. И когда вот это, чтобы неверие разбить, это было неверие, если была вера, они так не говорили бы. Маище, давай будем молиться, нам воды надо пить, ведь Господь же среди нас есть. Они только Маище видели, они не видели, что Бог среди них есть, они его не знали, а Бог хотел, чтобы они знали его, и он допускает жажду воды, ропот, бунт, а вы знаете, что это тоже мучение, когда тебе хочется пить, вы наверное испытывали, может быть, не только долгое время, а воды нету, кажется, все отдал из этот глоток воды, и действительно начали роптать, Господь допустил это бедствие, потому что дети плачут, жены плачут, скот рвет, воды надо, а воды нету, это еще они так вот поглядя, ну не было воды, да и все, это же не то, что я сижу в доме, и передо мной воды нету, стакана воды нету, и все, вот столько, а тут щопчет, по кругу плачет, скот погибает, воды нету, это бедствие, Господь делает чудо, Моисей из скалы через жезву власти изводит воду, пьет народ, пьет народ, пьет скот, все нормально, все хорошо, кажется, уже прошли, ну слава Богу, уже больше так не должно быть, уже ж научились, а они не научились, слушайте, я еще читаю, 20 глава книги чисел, с первого стиха, и пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остался народ в Кадесе, и умерла там Мариан, и погребена была там, и не было воды для общества, Господи, а что-то ты повторяешь одно, одно за другим, то же самое, и опять то же самое, и опять пришли в пустыню, и опять воды нету, и собрались они против Моисея и Аарона, скажите, поменялось что-нибудь, от того, что они пережили вот эту горе, ничего не поменялось абсолютно, они не взяли на заметку, они не поняли, что они не исправились, и тогда Бог допускал то же самое повторно, и не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ Моисея, и сказал, ой, если бы мы умрили тогда, и мы, когда умрили наши братья перед Господом, зачем мы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему, слушайте, те же самые слова, и прошло столько, и воды получили, а ноль внимания, ничего не поменялось, абсолютно, и для чего вы ввели нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя шеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблоков, ни даже воды для питья, и пошел Моисей от народа ко уходу с киней собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня, и сказал Господь Моисею, говора, возьми жезл, и собери общество, ты и Аарон брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты извешь воду из скалы, и напоишь общество, и скотливо. Может быть и в нашей жизни бывает вот так, вот прошло, а потом то же самое, и опять повторяется, Господи Боже, не успели перетерпеть, и опять похожие почти один к одному, может быть другой вариант, то же самое, а вы знаете почему? Потому что исправления не было, а потому что не было исправления, осталось то же мышление, остался тот же характер, осталось то же оправдание, что и раньше было, ничего не поменялось. Я почему это вижу? Я знаю несколько случаев, когда Господь допускал в жизнь людей трудности, они с большим трудом проходили их, по молитвам, в церкви молились, а потом Господь говорил, что дело сделано, а цель не достигнута, осталось такой же, какой было раньше. И потом приходило время, и опять повторалось то же самое, немножко другой вариант, но то же самое. Дорогие мои братья и сестры, я очень хотел бы, когда мы что-то услышим от уст Господних, чтобы мы не просто прослушали, а приняли его внимание, и Господь, помоги, помоги поменяться. Проходят годы, а у меня же не меняется. Я не думаю, что вообще ничего не меняется. Но, наверное, некоторые вопросы не меняются. Потому приходят горы, приходят бессмертно, думай, потому что вечность близко. И сегодня действительно время очень короткое. Если взять сегодня вас, то время короткое по возрасту. Если смотреть всех нас сегодня, то время короткое окончание благодати Господни скоро будет, время неблагодати. Будет другое время наставать, когда Бог будет судиться с людьми. Поэтому или с одной стороны поглядеть, или с другой поглядеть. Но сегодня хочешь, не хочешь, но думай, и меняйся. Иначе прошло два, будет третий еще. Будет третий еще. А потом, знаете, что может быть? Бог может оставить, и ничего не происходит. Все хорошо. А на самом деле ничего хорошего. Просто Бог скажет, ну раз хочешь, я с тобой прекращаю работу. А такое может быть. И тогда человек спокоен, ему кажется, все нормально, ничего его не тревожит. Но это такое спокойствие обманчивое. Это самое настоящее заблуждение. которое зашел в своем разуме. Поэтому, когда Бог прикасается, иногда это очень бывает больно. Но когда Он оставляет, и совсем не прикасается, то ты еще больнее. А как тогда с вечностью? А как тогда с обетованиями Божьими? А как тогда с другими вопросами? Поэтому, пусть Господь поможет нам не роптать сегодня за то, что у нас происходит в жизни. В личной ли, в семейной ли, в церковной ли, в более широком масштабе, я понимаю одно. Вот это истина. Зачем сетая человек живущий, всякий сетый на грехи свои, она отнимает у меня всякую возможность роптать и искать причины в ком-то. Ищи ее в себе, в своем собственном сердце. Потому что Бог допускает какие-то трудности, переживания в соответствии с состоянием нашего сердца. Читаю еще один случай, он будет того же самого в порядке, но просто чтобы нам это затвердилось в нашей памяти, я просто еще кое-что перечитаю, вот эту работу Божию, которую Бог делает. Ну и позже будем благодарить Господа на то, что Бог не скрывает от нас, что Он делает. И не скрывает образ своего мышления, чтобы мы понимали его, чтобы не были так, как и она. И он был сильно раздражен, сказал, жить не хочу. А куда тебе забирать в таком состоянии, что ты не хочешь жить? Но когда ты готов и не хочешь жить, можно продать, хватит, уже готов, надо идти увешенность, но когда не готов и жить не хочу, то куда же тебе, куда же ты пойдешь тогда? Ну мы понимаем, ответ лежит на поверхности, куда? Я уже не хочу даже выражать это словами на сегодня, мы знаем куда, куда не готовые пойдут. Ведь дело-то не в нашем стаже, вы, наверное, это должны понимать хорошо. Дело не в стаже нашем христианском, сколько мы верующие, и даже не в дарах, которые мы имеем, это Божие, а дело в нашем характере, вот в чем дело, и дары, и голговская жертва, и все остальное, они призваны для того, чтобы поменять характер наш, чтобы мы научились любить друг друга, если говорить уже конечной фразой, самой важной, крышей, крышу поставить, а если характер неугодный, можно любить или нет? Да и любить не так будешь, как надо. Когда я не один раз повторял эту мысль, в любви есть ревность, и когда то чисто любовь и ревность, то эта ревность выражается, больше внимания уделяется той или другой стороне, больше любви. А когда чужая ревность, то это скандалы. То это скандалы. И такая ревность не сближает мужа с женой, друзей, допустим, она ревность, люди хотят сблизиться, хотят удалить что-то чужое, но это не тот метод, не тот инструмент, не тот путь. Вместо того, чтобы сблизиться, наоборот, расходится, как море и корабли. Потому что не так это делается все, как надо. Я читаю еще один из текстов Писания. Он довольно такой сильный текст, довольно известный нам, но, тем не менее, на сегодняшнюю тему я его просто прочитаю и проведу. Первая книга царств, 24 глава, 17-21 стихи. Когда кончил Давид говорит слова к Саулу, Саул сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? И возвышал Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду, ты правее меня. И вот ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступил со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст себе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать. И царство Израилеву будет твердо в руке твоей. И так поклянись мне Господом, что ты не скоронишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Два человека, Давид и Саул. Над Давидом происходит работа и над Саулом. Над Давидом и над Саулом. В отношении Давида Бог допустил это в отношении Давида с доброй мыслью. Не для суждения. Он хотел оправдать Давида перед людьми, которые говорили, что Давид хочет забрать царство у Саула. И Господь однажды говорит Давиду, и все же люди, Саул этим мыслям навязывал людям. Они ему верили, они ходили за ним, искали Давида. И однажды Господь говорит Давиду, вот придет день, когда я продам врага твоего в руки твои, и ты сделаешь с ним что ты захочешь. Полностью отдал в распоражение Давида Саула. Если бы Давид убил его, Бог ему и слова не сказал бы. Он его не предупредил ни о чем. Сказал, вот отдай этот твой враг несправедливо, делай с ним все, что ты хочешь, все. И вот когда пришло это время, это был первый случай, когда Саул зашел пещеру для нужды, а как раз там продался давиться своими воинами. И он говорит, дядь, которым Бог тебе говорил, ему напомни, помнишь, как тебе Бог сказал, вот я предам врага твоего в руки твоей, и ты сделаешь с ним то, что ты захочешь. Знаете, как важно, что ты захочешь. Если Бог сказал ему, не убивай, он тоже не убил бы, но это было бы выполнен волю Божью. А это вот тебе, вот как ты поступишь. И когда Давиду предложили, говорит, позволь, я, говорит, одним ударом копья привожу его к земле, и удара повторять не буду. Он сказал, нет, нет, а вот это я никогда не делаю, чтобы от моей руки погиб помазанник, хотя этот помазанник уже был, одна сестра говорила, есть помазанник, а есть вымазанник, господин. Есть помазанник, а есть уже вымазанник, господин, то господин, но уже вымазанник, и таких вымазанников сегодня много может быть. Вчера помазанник, а сегодня вымазанник, и там я бы назвал бы уже вымазанник, но господин, господь избирал, господь ставил, а уже после получилась трагедия, не выполнил, но нет, 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 я руки на него не подниму. Вот отрызьте край одежды, чтобы видели, чтобы он увидел, что я его мог убить, но не убил его. Вы знаете, они отрызали край одежды, он даже не заметил. Это было настолько делано аккуратно, он не заметил даже. Уже после Давид показал, он говорит, отец мой, смотри, чей-то кусок одежды в моей руке, это ж твой. Я ж мог не отрызать кусок одежды, я мог тебя убить, но я этого не сделал. И вы знаете, что получилось? Саул заплакал. Вот этот жестокий человек, который уже нечистый дух брал в удел, он заплакал. Молосновенно говорит, сын мой Давид, ты, говорит, поступил со мной милостиво, я не справедливо с тобой поступаю. Скажите, если бы Давид убил Саула, Саул после смерти мог сказать, что ты, милость, со мной поступил, мог оценить Давида? Никогда. А Бог сделал так, что он оценил, что невиноватый Давид, ты правее меня. Я не справедливо поступал. И благословил его! Он же пришел его убить. А что это то, что Давид правильно поступил? Сердце у него было такое, вот в чем все было дело. Благословен, ты сын мой Давид. И делу сделаешь, и проуспеть проуспеешь, и царствовать будешь, и царство твое будет твердо, твое будет твердо в руке твоей. Но, ну вот, интересное место. Но он больше всего о себе заботился, Саул. Знаете, что он первое сказал? Поклянись мне, что не устожишь моего фотоса. Вот и все. И Давид поклялся. А потом разошлись, и все стало на свои места по-старому. И что вы думаете? Бог второй случай допускает. То же самое. Но там уже спали все. Но я прочитаю немножко. И встал Саул, это первое книг отца, это 26 глава, это уже второй случай похожий. И встал Саул, и спустился в пустыню Зив, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. Вот, вот, вот и все. Остался старым человеком. И что Бог делает? Чтобы показать, что Давид не под влиянием эмоций, каких-то вспыхнувших, на мгновение подшадил его, а что у него постоянно такое желание в сердце. Он допускает еще раз то же самое в отношении, чтобы Давид свое сердце показал, а Саула еще раз коснуться его сердца. Но то же самое. И опять тот же самый случай. И опять он мог убить. Пошли с Овесой встан, а там шпят все. Говорят, беспробудным сном мы сегодня говорим. Сон от Господа напал. Овеса ему говорит опять, вот позволь, я его одним ударом прыгну к земле. А в то время Давиду было труднее немножко еще. Почему? Его же феи предали. Это отложил отпечаток на него. Помните, придет Саул, там город там был, придет, придет. Продадут жители Киева, там про Киев шла речь. Продадут. А тут же феи опять продают его. Пришли и сказали, он у нас, иди. И когда Давид об этом услышал, проверьте правду, говорят, что он пришел. Кто же на город пришел? Пришел? Опять пришел? Опять гоняется? Ну, уже сколько можно терпеть? Один раз помиловал, ну, уже опять, говорит ему, убьем? Говорит, заберите копье и сосуд с водой, а убивать опять не будем. Пусть он пойдет на войну, пусть своей смертью погибет, но нет. И опять то же самое. И слушайте дальше. И узнал Саул голос Давида. Я уже не перечитываю все. Выборожную. И узнал Саул голос Давида и сказал, твой ли это голос, сын мой, Давид? И сказал Давид, мой голос, господин, мой царь. И сказал еще, за что, господин мой, пришли до траба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне, пусть выслушит, господин мой царь, слова раба своего. Если господь возбудил тебя против меня, то добыт от тебя благоводные жертвы. Если же сыны человеческие, то проклятые они перед господом. Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к настедию господа, говоря, ступай, служи богам чужим. Да не пролется же крол моя на землю перед лицом господа. Ибо царь Израиль вышел искать одну блоху. Смотрите, как Дэвид говорит себе. Как гонять с куропаткой по горам? И сказал Саул, согрешил я. Что надо было допустить Богу, чтобы Саул сказал, согрешил я? Ну хорошо. То этот жестокий человек, а я здесь, почему я должен терпеть за того, что он такой? А для того, чтобы он сказал, увидевши, согрешил я. Вот знаешь, что такое сегодня, когда человек кается, говорит, согрешил я. Это новая натура. Это новое направление жизни. Это спасение счета искренне. Правда, Саул, опять ему не помогло ничего. Вы знаете, что я хочу сказать? Я очень хочу, чтобы нам помогло. Может быть, где-то раз, был два. Может, уже три, четыре. И все не помогает. А мы говорим, а почему-то идет одно за другим, а потому что первые три цели не достигли. Надо повторять, потому что ничто нечистое туда не войдет. И сказал Саул, согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я. И очень много согрешал. Это цару, Саулу, да сказать перед всеми, перед народом, потому что я безумно поступал. Это надо было все-таки, чтобы достигло глубоко до сердца. И оно достигло. Но Давиду, как это было? Вы знаете, чтобы нам достигло до счетого сердца, может быть, ваших родственников, близких, мужей, ваших жен, очень много надо потерпеть. Если не потерпишь, разорвешь отношения, то и не достигнет. А Бог допускал идти вот на такие контакты, и потом такой трудной, тяжелой обстановки. Это мне сегодня читать об этом просто, а Давиду чувствовать это и видеть, это же совсем другие вещи. Читаем и то говорим, ну как это можно, так как это выдержать? А выдержать на самом деле в жизни, это же гораздо труднее. Но тем не менее, никуда от этого нам не уйти. Никуда от этого не деться нам сегодня. Такая судьба наша. И я не раз повторял, но я просто дополню, что опять Саул сказал, повторно. И сказал Саул Давиду, 25 стих, благословен ты, сын мой Давид, и делу сделаешь, и провозможешь, провозможешь. И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Вы помните, тогда уже немного времени прошло, потом пошел на войну, Саул был убит на войне, и это была уже, значит, точка Богом поставленная, потому что Давид ее не поставил. Послал Господь, это твои люди, ты их ставил, ты их убирай, я здесь не буду. Хотя имел полное право, и опять повторяю, если бы он это сделал, его никто не судил бы. А самое главное, Бог не судил бы. Но зато многие люди сказали бы, а все-таки Давид в самом деле такой. Вот подвернулся момент, и он тут же шарапал. А люди сказали бы. Бог не сказал бы, Бог не обвинил бы, а люди обвинили бы. Но Давид так поступал мудро по велению сердца, что не дал повода ни Богу, ни людям обвинить его в чем-либо. Но это происходило в трудной обстановке. Перед нашей молитвой я прочитаю один псалом. Он в некоторой мере не будет связан с темой, но Он ее оформляет, вот эту тему, округляет все. Это песня Давида, 15-й псалом. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. И я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны. Вот мы часто думаем, когда Бог что-то снимает, что-то Богу надо. А Давид, когда прошел эти скотки, сказал, Господи, я понял, что мои блага Тебе не нужны совершенно. Не в этом проблема. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не выжилю кровавых излияния и не помяну имен их устами моими. И вот то, что он особенно обращает внимание. Господь и есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. А держишь как? А вот так вот. Вот, вот, вот. Я перечитывал, как он держит, чтобы мы это жребий получили. Не просто вот так он держит, но нас готовит. Держит жребий нас. Никому не хочет отдать его, а нас готовит к этому. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам. А что же это за межи? Когда он говорил Иоанна Фану, говорит, но жив Господь. Ты вот убеждаешь меня, что отец ничего не сделал, но вот жив Господь. Один только шаг между мной и смертью. И это прекрасные межи называет Давид. Я могу понять, почему так называют. Потому что здесь открывалось его лицо, здесь Господь шлифовал его, здесь Господь чистил, поэтому это было прекрасное место. Я не знаю, кто из нас сегодня способен вот такие трудности, когда кричал от боли называть, что межа по прекрасному месту. Наверное, не найдется таких. А на самом деле Священное Писание говорит так, что лучшая пора из них, труд и что? Полезнь. Но это уже надо другими глазами глядеть на это, не нашими вот этими. Потому что нашими глядевшим не скажут по прекрасному. Наоборот, говорят, промучился всю жизнь. Промучился всю жизнь. Никогда, говорят, света не видел, нет работы, никогда ласкового слова от мужа не слышишь. Я промучился всю жизнь. А уже сказать, что по прекрасным местам, это надо с другой стороны глядеть. Что Бог шлифовал в это время. Я помню, одна сестра наша жила, Боброва ее фамилия была, еще помню фамилию. Она была соседка наша, где я жил на квартире. У нее очень сложные отношения были с мужем, очень тяжелые. И однажды, Господь, говорит, сказал, говорит, «Жебь ее такой чистка, или я ее очищу, или погибнет». Но ей это надо. Надо, это надо, чтобы такая жизнь была. Надо! Сказал, что надо. Можно не принимать, можно понимать по-своему, но надо, это надо. «И наследие мое приятное для меня, благословлю Господа вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одестует меня, что не поколеблюсь». Вот причина, почему не колеблюсь в этих испытаниях. Господь рад, иначе не устояли бы. А так Бог держит, выше без нас все, выколочит то, что негодное, а сами стоим, а иначе сами погибли под этими ударами. Мы говорим, Господь, почему ты мне не помогаешь, почему ты не выходишь на помощь? Если Бог не выходил на помощь, уже давно не было бы в живых, уже давно не было бы в собрании. Нам то хочется видеть, если Бог помогает, то поменялась обстановка, мы на крыльях летаем и так далее, и так далее, а когда не видим, Бог не помогает. Но Писание говорит так, по милости Господа мы не исчезли, а исчезли это очень трудная обстановка, когда исчезают люди. Это не то, что мы сегодня имеем. Ибо он одеснует меня, не поколеблюсь, оттого возрадовалась сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление, ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом по ним, блаженство в деснице твоей вовек. это хвалебный псалом. После тех скорбей, после тех трудностей, после этой мягкой лепечи огненной, Давид поспел вот такой псалом, из-за того, что межи мои прошли по прекрасным местам, и удел мой приятен для меня. Пошел потому, что Господь есть часть наследия моего, ты держишь жебий мой. Потом давайте мы склоним колени, за все поблагодарим Господа, и пусть и наше сегодняшнее состояние увенчать охвалебную песню Господу, который дал нам великую милост слушать Слово Его, и избирать пути освобождения и свободы. Клоняем колени, молимся. Иисус, мы хотим сегодня, Господь, низко поклониться Тебе, ибо Ты дал нам этот необыкновенный день, мы сегодня могли быть по своим домам, и я не знаю, сколько еще будет таких возможностей, когда вне всякой очереди Ты позволишь нам питаться оттуга дома Твоего, слушать Твое святое божественное Слово, и мы благодарны Тебе, что для нас еще не наступил тот день или тот момент, о котором отмечено в Твоем священном Писании, что люди будут искать Слово Твое и не найдут его, а сегодня, Господь, Ты ищешь нас, но мы часто укрываемся от Тебя от Слова Твоего, ибо оно обличает нас, оно часто бывает нам неприятным, Господь, но оно бывает таковым, потому что сердца наши не способны смотреть и давать себе оценку правильную, Господь, поэтому мы благодарны Тебе, прежде всего, дорогой Спаситель, за Твою святую пролитую кровь, перед которой не может устоять никакой грех, никакое преступление, никакое беззаконие, и мы благодарны Тебе, что увидевши свою несостоятельность, мы можем стать под струю Твоей крови, омыться и очиститься и освободиться от всякой вины, от всякого преступления, Господь, и Ты нас прости, если в нашей жизни было нечто похожее, о чем мы сегодня слышали, когда по нашему неведению, по нашему упрямству, некоторая часть Твоей работы не достигала цели, и Ты должен был, Господь, повторять все сначала, но мы благодарим Тебя, что в сегодняшний день находимся перед лицом Твоим, за то, что Ты не отверг никого из нас, и если у кого-то есть сегодня сомнения в том, что Ты не слышишь или не видишь, то мы никогда еще не слышали от Тебя Слово, что мы отвержены, это только враг это может сделать, Господь, но сегодня Твоя великая любовь и милость Твоей крови, что мы имеем спасение и оправдание в Твоей крови благодарения Тебе, и мы, Господь, славим Тебя, что Твоя голговская жертва имеет такое же могущество и силу, как это было в древние времена, когда толпы спасенных склонялись перед лицом Твоим и благодарили Тебя за удел в жизни вешай, Господь, поэтому еще раз и еще раз просим Тебя, помоги нам, проверь сердца наши, если чистое удали, ибо время так коротко, и в связи с возрастом многих исчезящих здесь, и в связи вообще с временем благодати, которая скоро кончится, поэтому если Ты дал нам сегодня день, помоги нам воспользоваться полную меру этой благодати, чтобы, первых, попросить прощения за ропот, который был, может быть, в некоторое время, когда мы не понимали Тебя, не понимали, почему эти скорби приходят, почему они были такие жестокие, так сильно давили нас, Господь, прости, если был ропот, недопонимание, если были обиды, потому что Ты, Бог, Ты никогда не делаешь то, что не приведет к цели, что будет бессмысленным, у Тебя, оно все есть смысл определенный, и потому мы благодарны Тебе, что Ты сегодня напомнил нам, что все то, что мы встречаем в жизни, оно напрямую связано с состоянием сердца нашего, а Ты знаешь, что с нами дело, для того, чтобы мы были свободны, сегодня здесь на земле от всякого греха, и могли войти в город вратами, в тот вечный, тобой определенный день, когда Ты позовешь нас, чтобы предстать перед лицом наследовать жребий с освященными, и дать отчет за каждое слово и дело, которое было сделано здесь на земле, или произнесено устами нашими, Господь, поэтому прости за всякую ложь, за всякий обман, за всякое противление Тебе, за всякие мерзости, которые могли быть в нашей жизни, и пусть сегодняшнего дня наш обновленный дух воспарит на крыльях вере навстречу Тебе, чтобы нам не смотреть на теземные скорби, не ориентироваться на земную жизнь, но чтобы сегодня стать выше всего этого земного, и чтобы, Господи, как новая тварь, проставлять Твое великое имя, независимо от той житейской обстановки, которая может окружить нас, уже даже сегодня, поэтому, Господь, дай Твою святую милость, и благослови нас, и не только нас, но благослови и наши семьи, и наше окружение, ты знаешь, сколько сегодня горы, что есть в наших семьях, особенно, Господь, мы переживаем за тех наших членов семьи, которые еще не имеют спасения, которые упрямятся, которые противятся воле Твоей, и это настолько доставляет нам много скорбей, доставляет много огорчений, Господь, Господь, но дай нам силу не разрывать с ними отношения с этими людьми, но быть близкими, хотя часто жжет от них отношения, хотя часто слезы наворачиваются на глазах, но если мы, Господь, удалимся от них, мы никогда не сможем на них оказать влияние, а ты сегодня делаешь свою работу через нас, поэтому, Господь, благослови наших детей, благослови наших внуков, благослови наши семьи и дай им покаяние и жизнь, Господь, чтобы мы увидели их молящимся, чтобы они дополнили число Твоего народа, чтобы, Господи, в тот вечный день, когда Ты откроешь Твою руку дивную, чтобы взять нас от земли, чтобы вместе с нами были подняты наши дети, наши внуки, наши жены, наши мужья, наши чудесные соседи, которые по своему характеру иногда нисколько не уступают нам, дай им спасение и жизнь свечную, Господь, потом благослови каждого члена этой церкви, каждого брата, каждую сестру, благослови Господь это селение, пройдись по этим домам и дай многим знак о том, что время последнее и короткое, возбуди их интерес к Твоему народу и к Тебе, чтобы, Господи, Твоя святая любовь в это последнее время еще совершила свою работу, ты знаешь равно как каждый след этой церкви, потому что ему трудно видеть его в таком состоянии, с чего Господь не согласен, с чего бунтарством, Господь, но пусть Твоя рука будет для него рукой и милости, не хочется даже думать о том, что эти долголетние скорби, они пройдут напрасно и не достигнут цели, Господь, нам хочется верить, что Ты доведешь наше это дело до конца, что Он, Господь, склонит своего внутреннего человека перед лицом поим и отдаст Твои святые руки, Господь, а Ты, Бог, сильный, чтобы все, что Ты считаешь, нужно сделать, сделать, и никто тебе в этом не помешает, поэтому, Господь, благослови каждого из нас еще раз, благослови наше семье, и меня благослови, и мою семью, благослови, благослови брата вами, его семью благослови, и пусть, Господь, Твоя святая любовь поведет нас всех за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за слово жизни, которое Ты дал нам, примет нас хвалу и благодарение, как вежды наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Боже наш, сушь Тий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насушный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не убеди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова